МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы ежемесячно откладываете деньги на капитальный ремонт, платите своему КСК за содержание дома, а в итоге остаетесь у разбитого корыта? Кто виноват? И куда уходят наши деньги? Давайте разберемся. Пять лет без ремонта и с пустым кошельком. На что ушли деньги? Отчет-то скрываешь, Таня? Я скрываю? Отчет скрываешь, да? Дезинфекция подвалов, которых нет. Покраска вымышленных ограждений, закуп мистического инвентаря. Как поверить в отчет председателя? Светла покупали или соль покупали? В марте соль. Но соль не покупали. Что несете вы в себе? Канализационные воды. В основном золотые коронки. Размечтались тут. Именно так стоит переименовать КСК «Мечтатель», что в ЖТСУСКОМ районе. Ведь жителям этих домов 1932 и 1963 года только остается, как мечтать о том, чтобы их жилье не рассыпалось вовсе. Пока земля, на которой стоят эти двухэтажки, не представляет интереса для застройщиков, людям придется поддерживать их в более-менее пригодном для жилья состоянии. Однако на помощь своего КСК им рассчитывать не приходится. Мы подали заявление в 2013 году, в апреле месяце, подали заявление, чтобы нам отремонтировали подъезд. Потому что тот хозяин отремонтировал. Один хозяин за свои деньги отремонтировал. У нас таких денег нет. Нам ответили с бухгалтерским расчетом, что денег на вашем счете всего 2066 тенгена. Ремонт. Денег нет, ремонта не будет. А наш дом, видите какой, 5 лет уже не было ремонта. И все, конечно, было оброшено. Мы стали искать свои деньги. Я просчитала все статьи прихода и расхода нашего дома. И нашла денег на нашем доме за эти 5 лет должно быть 163 тысячи. Я говорю на камеру, потому что это документально. Все по документам было подсчитано. В большинстве своем в этих домах живут пенсионеры. Деньги, которые вносятся на содержание дома, мизерные. И тем счета нет. Жители показывают отчет КСК за прошедший квартал. Январь, февраль, март. Но в нем так сразу не разобраться. Вызываем председателя для пояснений. Однако ситуация становится еще запутанней. Уже с первого пункта отчета появились неясности. Графа, покраска оград и малых архитектурных форм. 343 тенге. Это просто на придомовую территорию. По костровы возможно. Возможно? Мы не знаем, что это. У нас ничего нет. Не боимся? Нет, не косили траву еще. Потом вот материальные затраты. Что значит? По костам января, февраль, у вас. Это значит, покупали или метла покупали, или соль покупали. В марте соль. Ну, соль не покупали тогда. Но выносится-то за квартал. Однако ниже есть графа хозяйственные расходы, инвентарь, оборудование и другое. 865 тенге. Читаем отчет далее. Расходы на дезинфекцию подвального помещения. 1500 тенге. К такой внимательности при изучении отчетов председатель явно была не готова. Дело в том, что вот это вот неправильное что-то здесь неправильное. Это надо разобраться. На каждый дом у вас неправильная сумма. Все правильные суммы. Это неправильный отчет. Этот, видимо, переделывался. У нас подвала нет, и мы платим с квадратного метра 4,33 уже много лет за этот подвал. Мы платим деньги, но их мы не находим. Возвели только вчера. Не правда. Это давно. Вы не видели, что этих подвала нет? Почему? Мы видели, что этих подвала нет. А деньги брали. Одинаково рассчитывали. Рассчитывали, да. Итого, за один квартал 2016 года, судя по отчетам, на необъяснимые нужды было затрачено 4 150 тенге. И это только по одному восьмиквартирному дому по улице Суэнбая 263-12. Кстати, идентичный отчет показали жители и другого дома. А в КСК «Мечтатель» входит 22 дома. По словам председателя, работы якобы ведутся, и претензии не обоснованные. Однако состояние домов говорит об обратном. За вот эти вот окна у нас есть ведомости, что они стекла поменяли и вставили новые. До сих пор у нас поставлена дощечка, а там скотчем заклеено стекло старое, и так оно и стоит. Балкон обсыпался, все весь валится. Не дай бог упадет, и я тут же палю все мне на голову. Отсутствие ремонта в этом доме председатель объясняет наличием коммунальных долгов перед КСК у одного из жильцов. И якобы пока дом не выплатит за должность, денег на ремонт не будет. Хозяином является мама. Я стала звонить, она живет у дочери, я стала звонить, я говорю, пригласите Капитолину Алексеевну, надо поговорить, потому что долги надо гасить. Сестра ответила, я не дам маме нервы мотать. Вот, он там живет, он пусть и рассчитывается. Почему он там живет, а мама, пенсионерка, за него должна платить. И не дала нам переговорить с хозяйкой. А если подавать суд, надо на хозяйку. Где хозяйку искать, я не знаю. В каждом доме имеются маломурщие слои, богатые, средние, кто-то платит, кто-то нет. Но в любом случае, есть больше 2-3 жителей оплачивают целевые расходы. В этой связи председатель КСК не имеет права отказывать в данной услуге, так как есть определенный житель, который оплачивает целевые расходы. В этой связи он обязан производить ремонты, согласно плану, который утвержден, смете, утвержденной жителями и так далее. Здесь вопрос, отказать он не имеет права. Александра Матвеевна за работой своего КСК следит с 2005 года. За это время сменилось 3 председателя и на каждого пенсионерка подавала в суд. Однако решения не всегда выносились в ее пользу. По словам председателя общественного совета Рахмана Алшанова, рядовому жителю в силу юридической безграмотности сложно отстоять свои права, даже если он и прав. Вот обращение в суды КСК спокойно выигрывает. Потому что те, кто обращается, сами не выполняют требования закона. Не все знают. К большому сожалению, законы КСК жильщих отношений не все знают. И этим пользуются многие руководители КСК, ушлые, скажем так. Практически 80% судебных решений, они выигрывают обращение. Потому что изначально, вот нарушение было, это нет к воруму собраний. Искать нового председателя женщина не видит смысла. Надеется, что при тщательном надзоре и нынешний председатель сможет работать добросовестнее. С этой целью она обратилась в жилищную инспекцию. Проверили они, проверили. И дают ей предписание провести общее собрание и отчитаться, куда деньги деваются. Отчитаться, переизбрать председателя, там, ревизионную комиссию и правление переизбрать. В 2014 году предписание не выполняется. Не выполняется. В 2015 году снова предписание дает инспекция. Провести собрание не проводится. Ей административный штраф. Записали два административных штрафа за то, что она не проводит ни собрание. Недавно ситуацию с КСК «Мечтатель» рассматривали на общественном совете города Алматы. Жители жалуются, что они собирают деньги, годами их не приглашают на собрание, ремонт не осуществляется вовремя, некачество и так далее. То есть море проблем. Говорят, за что мы платим? Да, есть нарушения. Сейчас переданы многие нарушения, переданы прокуратуру. Прокуратура города сейчас возбудила целый ряд дел. Они занимаются этим вопросом. Сегодня в обществе остро стоит вопрос доверия к председателям КСК. Почти каждый второй житель уверен, что его обманывают. Вы доверяете своему КСК? Своему КСК нет. А почему? Ну, когда, помню, выбирали КСК, там обещают одно, а в результате это делают только наполовину. Вообще не вижу работы КСК. Чтобы не расстраиваться, я с ними связываюсь очень-очень редко. КСК, ну, когда доверяю, когда не совсем доверяю. За 2015 год в Акимат Алматы поступило 1200 жалоб на КСК, 40% из которых касались отсутствия прозрачности. Как оказалось, у некоторых КСК почти 90% средств собранных жильцов идут на текущие расходы. Заработная плата, содержание офиса, приобретение инвентаря и канцтоваров. И всего 10% остается на ремонт. А некоторые малочисленники КСК, у них, по идее, должно быть 30% на содержание штата, а 70% на ремонт и так далее. У них малая КСК, небольшая, скажем так. И 70% входит на заплату. Зачем, кому такое КСК? Получается, КСК собирает деньги для того, чтобы их содержать. Типовая форма отчетов ежеквартальных. В случае, если председатель КСК не предоставляет такую форму ежеквартально, почерпнул. На сайте управления жилья, районных акиматов, ассоциациях. В данном случае жителям необходимо писать обращение к нам в жалобу. Мы будем официально открывать проверки, привлекать к административной ответственности согласно статье 320 пункту 6. Сегодня Общественный совет тщательно изучает законодательные акты в области жилищных отношений. В случае необходимости будут даваться рекомендации по изменению или дополнению. Что касается КСК «Мечтатель», то работа здесь еще не закончилась. Планируется организация крупного собрания. Возможно даже, что встанет вопрос о смене председателя. Наверняка вы даже никогда не задумывались, куда уходят ваши сточные воды. Сегодня мы раскроем таинство превращения канализационной воды в очищенную. Канализация – это показатель цивилизации. Еще Виктор Гюго назвал ее совестью города. У нашего города в этом отношении совесть не запятнана. В 60-е годы прошлого века канализационные воды выливали здесь прямо на землю. В 70-е годы здесь построили первые очистные сооружения. Сегодня, благодаря современным технологиям очистки, здесь улучшилась экология, что позволяет выращивать даже розы. В самом деле очистить город от нечистот – дело не шуточное. Предприятие работает круглосуточно, без выходных и перерывов. Сюда не только приходят сточные воды, здесь их очищают, чтобы не закрязнять окружающую среду. Сначала воды проходят механическую очистку, где удаляется крупный мусор, которого, по идее, не должно быть в канализации. Правда, выплывают и ценные вещи. В основном золотые коронки. Деньги один раз выплывали тогда. Я помню, тут операторы, конечно, никому не сказали, всю ночь выуживали. Но это еще рубли были тогда. Однако нерадивые горожане все чаще спускают в канализацию бытовой мусор и средства личной гигиены. После того, как в стоке прошли механические решетки, следующий этап очистки – это сооружение песколовки, где задерживаются уже минеральные частицы, которые не смогли задержать решетки, потому что там прозор 18 мм. Здесь уже задерживается песок более мелкий. За счет снижения скорости потока оседает песок, косточки, семечки, шелуха всякая на дно. Потом это все откачивается гидроэлеватором на песконакопителе. И после этого уже вода более-менее уже без минеральных вкраплений идет дальше на сооружение первичных радиальных отстоников. Затем начинается этап биологической очистки. Здесь за дело берутся микроорганизмы. Главный этап биологической очистки – аэротенк, в котором за счет большой массы активного ила происходит чистка воды. Естественный процесс поглощения микроорганизмами всех загрязнений. Пройдя аэротенки, вода становится очищенной от органических загрязнений. Вот, получается на выходе водичка. Она соответствует всей нормативной очистке, именно для сточных вод. Пить эту воду нельзя, выливать просто так без обеззараживания в водоемы рыбохозяйственные, в реку там куда-то тоже нельзя, по Санпину. Она пригодна для орошения кормовых и технических культур. Анатолий Александрович работает на станции аэрации с 1990 года. Сегодня, говорит специалист, люди откликнулись на призыв властей экономить воду. Стоков приходит меньше. Проектная мощность станции – 640 тысяч кубометров в сутки. Сегодня фактически очищается 380 тысяч. Предприятия строили с расчетом на будущий рост города. Вот здесь мы наглядно видим все этапы очистки. Вот такая вода поступает в сточные воды. Это после механической очистки и это уже после биологической очистки вода. Мало кто знает, но оказывается, за канализационными стоками также ведется контроль. Для этого здесь работает лаборатория. Кстати, самая оснащенная в стране, а недавняя получившая еще и аккредитацию. У нас еще привозят сточную воду из промпредприятий города Алматы. У нас каждый день делается мониторинг на эти показатели. Группа азота, фосфаты, взвешенные вещества, химическое потребление кислорода, а также тяжелые металлы. В зависимости от показателей выбирается метод очистки вод. Пройдя все этапы, вода идет 50 километров по земляному коридору в хранилище Сары-Булак. И там со временем испаряется. Вот такой сложный и долгий процесс. На этом у меня все. Смотрите нас каждую пятницу в 21.00 на телеканале Алматы.